Нет, я тебя снимаю. Юра, не видишь, что я его снимаю, а я говорю, давай запечатлеть тебя. А он говорит, кому это интересно. А я говорю, ну вот Юрочка мне по верхам достает там, умничка. Вот на шкафах надо тут, высоковатенько. Хотя я с этой лестницы тоже достану, но у меня еще работы своей хватает. Да, молодец, чистенько будет у нас. К Новому году все шкафы сейчас перетру, перемою. Встретим Новый год в стерильной чистоте. Каждый год так. Вроде бы протираем, а там собирается из-за вентилятора. Котел работает, включается вентилятор. И пыль летит прямо вот откуда она берется, неизвестно. Только успевай протирать. Хорошо стремяночка есть, стали, протерли. И чистота. Чистенько, порядочек. Красота какая. Лепота. Всем доброго дня и хорошего настроения. Точно. Всем большое здрасте. Большой-большой приветик от нас. Так, все. Юрочка свои яблочки кушает. Ну, война войной. Ну, опять. А обед по распорядку. Это еще по армии у нас было. Ну, сейчас эта шутка не очень актуальна. Ну, ладненько. Приятного аппетита. Спасибо. Юрочка кормит птичек, как всегда. Ну, да. День шурка. Продолжение следует. Каждый день до весны у нас будет теперь так. Так. И сало Юрочка купил в магазине сырое. Свежее, в смысле не соленое сало. И хочет его привязать. Не знаю. Или тут так вот. Думаю, там лучше, да. Главное, чтобы оно не упало. Нет, я крепко привяжу. А то Юрочка один раз так привязал. Вечером выходит. Думает, что такое шевелиться. А на этом сале мышь сидит. И лопает его. Вот так. Мыши по деревьям лазят. Хорошо. И сидела на сале. Вот не знаю, кого мы кормим. Синичек или мышей? Ну, кого-то кормим. Что, привязал? Все, готово. Вот она. Ага. Пусть кушают. Пусть кушают, ага. Все, всем пока. До свидания, наверное. Вот Юрочка навязал. Посмотрим, не отдерут ли. Снега очень мало, конечно. Такие морозы стоят у нас, не проходят. Этого снега хорошо Юра успел позакидывать. Все вот таком серебристом инии. Не знаю, как перезимуют наши яблоньки эту зиму. Морозы стоят, снега мало. А то куст как жимолости развалило. Вот здесь снег. На жимолости много. И всю неделю холодина будет такая. Остался у меня вот такой двухъярусный лучок. Очень крупный самый я выбрала. Посадила, успела, пока снег не выпал. А этот вот хочу в свою грядочку натыкать. Вот мой огородик. Посадила я сюда лук-порей. Он зелененький, камера не передает. Подавала он у меня корешки. И я его посадила. Пожадничала, думаю, раз так вот хочет, посажу. Укропчик я сюда потыкла. Это у меня зелень вот здесь такая растет. Ну и это вот у меня мелиса. А это мята, а вот мелиса. И петрушечка. Один кустик и второй кустик. Я их обрезала. Вот оно все поотрастало. И вот этот лук-чеснок. Непонятно, что это. У меня записано, надо почитать, скажу. Забываю название, как-то не запариваюсь. Так его натыкаю. Пусть растет. Вот так в рядочек посадила. Потом, если что, добавлю. Вполне возможно, лучше в пакетик посадить их рядышком друг к дружке. Вот эти вот крупненькие, хорошие. Уже росточки даже пошли у них. Вот такой огородик. Птички наши ныряют. Туда-сюда летают. Вот они там. На той неделе с Юрочкой сделаем кормушечку. Перед домом. Или за домом правильный. Будем наблюдать. А тут, конечно, неудобно. Это я с веранды за кошечка смотрю. Не видно, сало не едят, не едят. Здесь не видно. Отсюда. Летают, порхают. Вон они как порхают. Кузенька проснулся. Под лампочкой греется. Что-то песок кушает. Ой! Чуть очки не уронила. Вот. Кушай лучше. Оп, я овсяный. Это песок начал что-то кушать. Мои дорогие, я собираюсь приготовить котлетки. Для этого мне понадобится фарш, хлеб, молоко, Одна картошка, лук, яйцо, манка, растительное масло, приправы и панировочные сухари. Ну и соль, конечно. Никого я ничем, надеюсь, не удивлю, я так думаю, потому что все умеют готовить котлеты. Поэтому поехали! Я беру хлебушек и крошу. Накрошу на такие кусочки, заливаю молоком. Как пропитается, я вилочкой все это измельчу. Первый ингредиент готов. Лучок я натру на терке, хотя можно его было прокрутить на мясорубке. Чесночок. Трем на терочке. Можно было тоже прокрутить на мясорубке. Я потерла на мелкой терке. Картошку, чищу и тру на крупной терке. Ее также можно было взять и прокрутить на мясорубке. И теперь все начинаем добавлять в фарш. Соль, сахар, чайная ложечка у меня. Смесь перцев, куркума, хмели-сунели, для мясного фарша. Чёрный перец молотый. Манная крупа, 2 столовых ложки. Фарш у меня домашний, свиной. Камера цвет не передает. Можно было добавлять манку, не добавлять хлеб. Но вот я люблю такие котлеты. Мама моя так готовила, что хлеб там был. Поэтому вкус именно детства я уже не могу. Я готовлю именно так. Но это не значит, что это правильно. И ложечку подсолнечного масла. Тщательно вымешиваем наш фарш. И будем тепеть котлетки. Панировочные сухари смешиваю с манкой. Добавляем муку. Хорошенько я перемешала. И в этом я буду обваливать свои котлетки. Доску посыпаю мукой. И буду на неё выкладывать. На своей разделочной доске. Обжариваю слегка с двух сторон на рассыпленном масле. И тушу под крышечкой. Вот и всё. Котлетки будут готовы. Добавляем немножко водички. И тушим под крышечкой. Тушим с двух сторон на медленном огне. Котлеты очень эластичные. Их можно лепить даже без панировочных сухарей. Вот эти котлеты я ни во что не макала, не обваливала. Они очень хорошо лепятся. Очень эластичные. Почему я тру на тёрке? Потому что я очень люблю рубленные котлеты. То есть мясо тоже мелко резанное. И всё не должно быть сильно мелкой. Моя свекровь готовила самые вкусные в мире котлеты. Но она делала фарш. Прогоняла дважды на мясорубке. У него не очень вкусные получались. Ну а я готовлю так. Мне так нравится. Хотя мне до моей свекрови далеко. У моей свекрови были вкусные. Самые-самые вкусные котлеты и пельмени. Её, кстати, тоже звали Людмила. Часть я вот так заморожу. И в любой момент можно было достать и пожарить. И вот такой ещё контейнер. Летного аппетита. Фонари зажгли. И вечереет. Очень-очень рано теперь. Мои дорогие, спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели это видео. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч.